Первые самолёты появились в республике в 1936 году, когда Тувинская Народная Республика отмечала 15-летие своего образования. В честь этого юбилея СССР подарила ТНР 15 легковых автомобилей и два самолёта ПО-2. В день празднования в Кызыле прошли демонстрационные полёты. За штурвалом одного из них находился первый военный лётчик нашей республики Чодуки-Диспей. А вот первыми в истории региона гражданскими лётчиками стали Чили-Чимит, Сергей Хунанол, Алексей Янзак и Хавалык Хапуя, которые изначально проходили обучение как военные. В 1944 году наша республика вошла в состав СССР. По прошествии двух лет революционную армию ТНР расформировали, а авиазвено во главе с Чимитом перешло в гражданскую авиацию, созданную в Туве в 1946 году. Двумя годами позже самолёты Ли-2 стали выполнять пассажирские рейсы из Красноярска в Кызыл. Спустя несколько лет наш авиаотряд получил первые два самолёта Ан-2, а в 1955 году в Туве появляются Як-12. Спустя год авиапарк республики состоял уже из 13 крылатых красавцев. 1 сентября 1963 года 132-й авиаотряд получил новое имя и новый статус. Он стал называться Тувинским объединённым авиаотрядом Красноярского территориального управления гражданского воздушного флота. Это событие положило начало развитию гражданской авиации в Туве. Штат состоял из 13 пилотов, 8 авиатехников, 5 авиамотористов, 2 радистов и 3 работников аэропорта. Весь персонал размещался в одном домике размером 5 на 7 метров. Авиаотряд имел 4 самолёта ПО-2. С ноября того же года введены внутренние рейсы «Кызыл-Самогалтай-Эрзин» и «Кызыл-Чадан-Авюр». В 1948 году стали выполняться регулярные авиарейсы «Кызыл-Красноярск». Через 30 лет вместо авиаотряда в республике появляется открытое акционерное общество «Тувинские авиационные линии». В настоящее время гражданская авиация в Туве – это единый сложный живой организм, в котором трудятся около 450 человек. Предприятиями гражданской авиации обеспечивается регулярная перевозка пассажиров в такие города, как Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Улан-Удэ и Москва. Сегодня безопасные авиаперелеты обеспечивают семь организаций – федеральное казенное предприятие «Аэропорт «Кызыл», республиканское казенное предприятие авиакомпания «Тува-Авиа», Тувинский центр аэронавигации, спасатели, авиалесохрана, метеослужба и санитарная авиация. В условиях ограниченной транспортной инфраструктуры нашей республики стратегически значимыми являются воздушные перевозки. Благодаря поддержке главы республики Тува, правительства республики Тува, федерального центра и взаимодействия с соседними регионами сохраняется субсидирование авиарейсов. На сегодняшний день осуществляются регулярные рейсы в Москву, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, а также в труднодоступные населенные пункты Кунгуртуг, Северный Аржан. Ключевым моментом, конечно же, является обустройство воздушного пункта пропуска в аэропорту «Кызыл». Завершение выполнения до 2023 года, которое даст возможность выполнения международных рейсов. Авиационный транспорт является определенным видом транспорта, который осуществляет перевозку по воздуху как пассажиров, так и грузов. Прежде всего, он используется для доставки очень срочных грузов и в труднодоступных районах, в которые просто нет возможности попасть другим способом. Главная воздушная гавань Тувы, аэропорт, был открыт для эксплуатации в 1946 году. В 2013 году авиапредприятие переименовано в Федеральное казенное предприятие Аэропорт «Кызыл», а с 2014 года является аэропортом федерального значения. Расположен в шести километрах к юго-западу от города Кызыл. В 2016 году началась реконструкция аэродромного комплекса. В настоящий момент пропускная способность пассажирского терминала составляет 250 пассажиров в час. Служба авиационной безопасности. Название подразделения говорит само за себя. Авиационная безопасность обеспечивается комплексом мер, предусматривающих создание и функционирование служб авиационной безопасности, охрану аэропортов, воздушных судов и объектов гражданской авиации, досмотр членов экипажей, обслуживающего персонала, пассажиров, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов, предотвращение и пресечение попыток захвата и угона воздушных судов. Есть такое понятие, как регламент работы аэропорта. В данный момент, в зимний период у нас регламенты работы, с 6.30 утра сотрудники приезжают к 6 часам и заканчиваются до конца полетов. Официально заканчивается в 20 часов вечера. Неофициально у нас часто бывает продление регламента аэропорта, часто работают по ночам. Увеличение штата у нас произошло в прошлом году, в 2022-м нам добавили 4 единицы. Это очень хорошо, потому что идет увеличение интенсивности полетов и увеличение пассажиропотока. Самое главное в нашей работе – это терпение, дисциплина и умение общаться с пассажирской и грузовой клиентурой. Аэропорт – сложнейший механизм, жизнь в котором кипит и никогда не останавливается. По своему устройству он скорее напоминает город в городе. В нем есть свои службы и инфраструктура. Впервые могу сказать, что в 2022 году, по итогам 2022 года, за последние 5 лет мы достигли, перевалили пассажиропотока более 91 тысячи. Сравнительно 5 лет назад было около 35. Это три раза больше пассажироборота. При этом грузооборот у нас тоже увеличился в разы. Более тысячи грузов перевезено. И плюс почта тоже самое. Более 138 процентов увеличения идет. До 100 тонн. Составляющая часть аэропорта – это аэродром и приаэродромная территория. Здесь происходят взлеты, посадки, руления, стоянки и обслуживание воздушных судов. Оценка возможности приема новых воздушных судов, отпугивания птиц, животных и не только – за все это несет ответственность аэродромная служба. Моя служба работает по эксплуатации, содержанию взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, чтобы взлет-посадка воздушных судов производилась круглосуточно, круглогодично, в любое время суток и погоды. Мы отвечаем за безопасность взлет-посадки воздушных судов. Это пассажиры, у нас самое главное – пассажиры, безопасность пассажиров. Среди подразделений аэропорта важное место занимает способ – служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов. Ее сотрудники на чеку 24 часа в сутки, 365 дней в году. Основная задача службы – противопожарное обеспечение полетов и объектов инфраструктуры аэропорта. Сюда входят дежурства на аварийно-спасательных станциях и при пожароопасных работах, патрулирование, а при возникновении чрезвычайных ситуаций – их ликвидация, спасение людей и тушение пожаров. При поступлении сигнала тревоги спасатели менее чем за минуту надевают боевую одежду. Пожарные автомобили выезжают из гаража, расчеты выдвигаются к месту происшествия. Происшествия кодируются словами «зеленый», «желтый», «красный». В последние пять лет мы стали лучше обеспечены пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением. Потому что мы получили два пожарных автомобиля, современные пожарные автомобили, аэродромные пожарные автомобили. Наши пожарные автомобили, аэродромные, отличаются от городских пожарных автомобилей. Потому что у нас есть автоматизированные лафетные стволы с бамбельной установкой есть. И установки сзади, чтобы подать пену. Электрическое оборудование и светосигнальные системы играют важную роль в функционировании аэропорта. Современный аэропорт имеет собственные трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроснабжение многочисленных потребителей. Сотни километров кабелей, тысячи световых приборов. Надежность и другие характеристики этого оборудования непосредственно влияют на регулярность полетов и их безопасность. Техническое обслуживание электрических установок и светотехнического оборудования на аэродромах гражданской авиации выполняет служба электросветотехнического обеспечения полетов. Гражданская авиация – это авиация, используемая в целях обеспечения потребностей граждан и экономики. Она представляет собой сложную разветвленную систему, требующую повышенного внимания к правилам регулирования обеспечения безопасности полетов и качественного предоставления услуг пассажирам. Все ее структурные подразделения связаны между собой, несмотря на то, что каждый элемент относительно самостоятелен и выполняет только присущие ему специфические функции. Красавец 101, сказал вышка обратный, 0,50, удаление 14, ветер тихо на предпосадочной прямой, возможен перелет одиночных птиц, полоса 0,5, посадку разрешаю. Тувинский центр обслуживания воздушного движения Сферой деятельности центра является обеспечение обслуживания воздушного движения в районе аэродрома в зоне взлета и посадки на площади маневрирования аэропорта Кызыл, радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь как в районе аэродрома, так и на воздушных трассах. Географическое положение Тувинского центра обеспечивает возможность осуществлять безопасные полеты воздушных судов как в аэродромной зоне аэропорта Кызыл, так и пролетающих транзитом, российских, так и зарубежных авиакомпаний, а также обеспечивать полеты малой авиации. Основная работа диспетчера заключается в помощи экипажам, в оказании помощи экипажам при полетах, при посадке, взлетах, посадках и приведении экипажей воздушных судов в зону взлета и посадок, в аэродром. Прежде чем взмыть в небеса, командир воздушного судна должен получить последнюю сводку о погоде и только тогда выруливать на взлетную полосу. Чтобы информация была максимально точной, над ней работает специальная метеослужба, без которой не смог бы функционировать ни один аэропорт мира. За погодой на аэродроме следит команда профессиональных метеорологов-наблюдателей. Опытным взглядом они определяют форму и тип облачности и при необходимости дают предупреждение. За остальными погодными условиями следят современные приборы. АМСГ Кузыл образовалась в 1946 году. Регулярные наблюдения начались вести с октября 1947 года. Не хватало опыта, работников, приборов. Все наблюдения вели визуально. В настоящее время на АМСГ Кузыл установлена комплексная аэротехническая и метеорологическая станции. Наблюдения ведутся в автоматическом режиме. В Туве большинство полетов в труднодоступные населенные пункты региона по-прежнему выполняет легендарный ветеран российской авиации Ан-2. Кстати, в прошлом году исполнилось 75 лет с момента его первого полета. Биплан – многоцелевой самолет. Начиная от обучения, навыкам пилотирования, до применения в военных целях и в пассажирских перевозках на внутренних авиалиниях. Также он применяется в работе авиалесоохраны. В Туве самолет Ан-2 используют в основном для перевозки пассажиров и грузов в отдаленные населенные пункты. Он экономичен в эксплуатации, способен взлетать с неподготовленных грунтовых аэродромов и имеет малую длину разбега и пробега. Сегодня внутри региональными пассажироперевозками занимается авиакомпания Тува Авиа. У нее имеется свой парк воздушных судов. В основном полеты осуществляются на Ан-2 и вертолетах. Компания выполняет чартерные коммерческие и пассажирские авиаперевозки, а также различные авиационные работы на территории России. Для нашей республики я считаю, что она вообще необходима, потому что для нас такие места, которые можно залететь только на вертолете. И работа, связанная со спасением людей, со сценой авиации тоже мы работаем. Летом по лесоохране, пожары тушим. В штате авиакомпании трудится порядка 140 человек. Сегодня Тува Авиа – это коллектив профессиональных специалистов летного, организационного и технического состава. Среди них и ветераны тувинской авиации. Развитие авиации идет. Никогда не было такого, чтобы все осталось на месте, стояло. Сейчас вот новая техника приходит. Она более современная, более мощная, более оборудованная. Это как вот шофера шутят. После «Жигулей» на «Мерседес» сел, примерно так же себя чувствуешь. Другие, когда мощный двигатель, когда оборудованная кабина, когда ты имеешь локатор, можешь посмотреть, где гроза, какое расстояние, как обойти. Вот масса новых вещей, которых не было у нас раньше. Воздушные трассы вновь потянулись в отдаленные районы Тувы, куда еще недавно можно было добраться только по воде или по разбитым и отсыпанным дорогам. Тысячи людей вновь получили устойчивую связь с главным городом региона и доступ к квалифицированной медицинской помощи. В экстренной медпомощи нуждаются и пациенты, находящиеся в труднодоступных районах. В таких случаях необходима их быстрая транспортировка. Там, где не справляется наземный транспорт, людей спасает санитарная авиация. Развитие экстренной медицинской помощи – один из приоритетов национального проекта здравоохранения. Стоит отметить, что перелеты санитарной авиации осуществляются не только внутри региона, но и на межрегиональном уровне. Еще одно подразделение авиации – это авиалесоохрана. Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов авиалесоохраны, активное взаимодействие с наземными службами для обнаружения и тушения лесных пожаров, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации – залог успеха деятельности службы. Нелегкая работа летчиков-наблюдателей, парашютистов-пожарных и десантников-пожарных требует не только профессионализма, но и решительности, преданности работе, умения быстро принимать решения в стремительно меняющейся лесопожарной обстановке. Кроме того, зачастую тяжелейшую и опасную работу по тушению пожаров приходится сочетать с экстремальным автономным выживанием в условиях дикой природы. Всеми этими качествами и умениями герои авиалесоохраны обладают в полной мере. В этот знаменательный день хочется выделить слаженную работу и поздравить работников предприятий гражданской авиации нашей республики. Благодаря сложному механизму взаимодействия, аэропорта КЗЛ, Тувинского центра организации воздушного движения, авиакомпании ТУАВИА, метеослужбы, спасатели, авиалесоохрана и инцентарной авиации выполняются все авиационные работы, обеспечивают жизнедеятельность населения. Хочу пожелать всем ясного неба и успешного выполнения профессиональных задач. В 2023 году в России будет отмечаться столетие отечественной гражданской авиации. По информации специалистов Министерства дорожно-транспортного комплекса ТУВЫ, благодаря программе целевого набора, утвержденной правительством республики, число желающих связать судьбу с авиацией растет. Если ранее поток абитуриентов не превышал 10-12 человек, то в нынешнем году заявление на поступление в профильные вузы по целевому набору подали 29 выпускников школ, из которых вступительные испытания благополучно прошли 15. Реализацию программы целевой подготовки кадров взял под личный контроль глава республики Владислав Хавалык, поставивший задачу увеличить квоты в учебных заведениях России для направления юношей и девушек из ТУВЫ. Ведь гражданская авиация – это авиация, используемая в целях обеспечения потребностей граждан и экономики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова